КАПИТАНСКИЙ МОСТИК КАПИТАНСКИЙ МОСТИК КАПИТАНСКИЙ МОСТИК КАПИТАНСКИЙ МОСТИК КАПИТАНСКИЙ МОСТИК КАПИТАНСКИЙ МОСТИК А это синергия технологий искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания, идентификации, позволяющая заменить человека в управлении судном. Система обеспечивает берегового капитана всей той же информацией, которую он получает на мостике. Первое – это данные АИС, второй – это данные РАДАР, и третье, то, что является ноу-хау – это оптическая поисковая система. Система обеспечивает данный вид технического зрения, распознавание данного объекта с помощью нейронной сети, которая производит анализ изображения и говорит, это контейнер или это маленькая лодка рыбацкая. Вот, собственно, мы идем, вот у нас реальные суда, танкеры. Это наш электронный симулятор в первую очередь. Мы здесь отрабатываем наши системы, чтобы не разбивать реальный корабль. И третье назначение системы – это сертификация различных решений. Платформа моделирования судовождения – тоже важный элемент экосистемы морских интеллектуальных решений. По морской отрасли нашей дочерней компании «Ситронис КТ», ее ключевые профили на сегодняшний день – это система автономного судовождения и система так называемой «Е-навигации», то есть электронной среды, в которой, собственно, суда ходят. В этом году компания завершает один из крупнейших в мире пилотных проектов по А-навигации и переходит к эксплуатации автономных судов в рамках национального эксперимента, утвержденного правительством. Решения показаны в формате глобальной цифровой экосистемы. Эта система уже адаптирована к «Е-навигации». Сердце этой системы – автономная навигационная система, позволяет формировать маршрут, уклоняться от опасности согласно международным конвенциям. Уже в следующем году планируется запуск морской коммуникационной платформы. В мире всего лишь несколько стран запустили подобное цифровое информационное пространство. «Морская коммуникационная платформа – это такой вот маркетплейс для этих сервисов, то есть где все стейкхолдеры морской отрасли могут получать и выдавать нужную для себя информацию». Еще один важный проект – российский комплекс программных решений «Беринг». «Беринг» – это интегрированная система управления судном. Был большой набор систем, который управлял там все подряд. Здесь вот сведено, по сути, все в три монитора. Проектом занимаются очень увлеченные люди, которые верят в будущее и в том числе в будущее автономных судов. Сейчас мы заканчиваем опытную эксплуатацию и в скором будущем эту систему сможем предлагать уже как условно коробочный продукт. Эксперты признают, к 2050 году более 50% судовладельцев планируют использовать безэкипажные суда, а 48% нового коммерческого флота будет и вовсе безэкипажей. Компания «Ситроникс» отмечает, российские разработки будут решать вопросы безопасности и снижения затрат. Продолжение следует...